Пандемия внесла свои коррективы в творческую жизнь вокального коллектива «Эврика». Но, несмотря на ограничения, юные певцы не переставали радовать своими успехами не только в различных онлайн-конкурсах, но и продолжали выступать на сцене. Так, среди последних достижений целая россыпь наград международного фестиваля «Мы вместе», проходившего в Волгограде. Мы немножко скептически относимся ко всем этим онлайн-конкурсам, и мы все-таки предпочитаем ходить на очные конкурсы. И в этом году мы старались именно участвовать в очных конкурсах. Их, конечно, сейчас не такое большое количество в связи с тем, что еще существуют ограничения. Это был первый выездной конкурс в нашей такой творческой биографии. Мы с детьми выехали в город Волгоград. Нам очень понравилась эта поездка, потому что для нас это было как своеобразное приключение. И выступление я очень рада, довольна результатами, потому что мы взяли очень хорошие места. 24 лауреата, 3 дипломанта, 2 приза зрительских симпатий. А 16-летняя Мария Проказнова, выступавшая сольно, даже стала номинантом на гран-при фестиваля конкурса. Волнения были безусловно. Я волновалась перед тем, как выйти на сцену. Я лично пела две песни сольную. Одна песня – это «Огромное небо», а вторая песня – это «Ты не целуй». Конкурс «Мы вместе» проходил в преддверии Дня Победы. И участники вокального коллектива записали поздравления для ветеранов на Мамаевом кургане. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой». Стоит отметить, что две недели назад вокалисты «Эврики» успели принять участие еще и в крупнейшем международном конкурсе «Мосгаз зажигает звезды». «Неимоверные просто впечатления, как там было все организовано, какое количество волонтеров, как все было построено, какие были именитые члены жюри. Поэтому мы еще до сих пор под впечатлением. И уже торжественный галоконцерт, награждение победителей, состоится в Театре русской песни в Москве. И там уже непосредственно нас будет награждать Лев Лещенко». В «Видном» подрастает новое поколение талантливых вокалистов, которые уже в будущем составят мощную конкуренцию мэтрам нашей эстрады. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ.